Смотрите сегодня в программе! Company of Heroes Opposing Front Теперь мы будем играть в яркую, стремительную, быструю и похорошевшую Company of Heroes X-Motor Racing Трёхмерная симуляция колеса, горячая настройка всех параметров физической модели, поддержка жидких и вязких сред и многое другое Ratatouille! Ещё один мультфильм, ещё одна игра А Ratatouille нельзя сказать ничего однозначно плохого или хорошего Settlers Rise of an Empire Хорошее продолжение для настоящих ценителей серии Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Settlers — заселенческий симулятор от немцев из Bluebyte Всегда был второй медиативной стратегией после транспорт Tycoon Deluxe Bluebyte, должно быть, обладают каким-то секретным знанием Потому что наблюдать за процессом рубки леса тут можно часами Settlers Rise of an Empire возводит гипнотические качества бренда в абсолют Если вы вдруг не знаете, что такое Settlers, напоминаем Это миролюбивая стратегия, посвященная будням переселенцев От первых травяных шалашей до сложно организованных городов Заселять предлагается четыре климатические зоны Европейская, Северная, Африканская и Тропическая Каждая из них самым непосредственным образом влияет на геймплей Скажем, на севере периодически замерзают водоемы Отчего рыбу ловить становится невозможно Зато можно пешком переправляться на другой берег И устроить там сеанс охоты Или вот в Африке совершенно нет воды Ее приходится на караванах доставлять через полкарты, расплачивая золото Здесь же, по понятным причинам, невозможно фермерство Так что приходится сосредотачиваться на охоте Игра поступила в продажу 25 сентября 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти И 256 МБ видео А также 3 ГБ на жестком диске Как только вы полностью построите свой первый город Вы поймете, что тот самый увлекательный геймплей остался на месте А для тех, кто не в курсе, что такое геймплей сеттерс Поясним Это такой симулятор созерцания Неспешная, медитативная игра Где прохождение каждого уровня отнимает от 2 до 5 часов Конечно, можно и быстрее Но фишка именно в спокойствии Наша оценка геймплея 5 баллов Внешне игра выглядит очень неплохо Правда, нельзя сказать, что ошеломляюще Вообще, местная фауна — это отдельный повод для медитации Олень гоняет надоедливых белок по лесу Которые, должно быть, гадят ему на спину Все это выполнено с таким маниакальным тщанием С такой ювелирной дотошностью Что одних только анимаций горных козлов Хватило бы на пару бюджетных стратегий Наша оценка внешних данных также 5 баллов При этом озвучка особых эмоций не вызывает Все стандартно и спокойно Ничего выдающегося 4 балла за звук Rise of an Empire берет в первую очередь И геймплеем, который прекрасно работает уже много лет А уровнем исполнения Наша общая оценка игры — 5 баллов Если вы фанаты этой серии игр, тогда The Settlers Rise of an Empire должна вам понравиться Несмотря на непривычную обстановку в первые 30 минут игры Уже через пару часов вас сложно будет оторвать от экрана Потому что, по сути, все осталось прежним И если эта игра вас зацепила Тогда смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению Итак, проблем с прохождением игры быть не должно Но до четвертого уровня точно А теперь первый вопрос Появилась миссия, где я должен использовать овец Но где их взять? Отвечаем Первый вариант — это купить у дружественных племен Второй вариант — найти свободную территорию, где пасутся животные Захватить ее, и животные сами пойдут к вам на площадь Следующий вопрос Я никак не могу захватить нейтральную территорию Помогите Помогаем Для этого нужно подвести вашего рыцаря на эту территорию И в меню рыцаря выбрать постройку наблюдательного поста Следующий вопрос Четвертая миссия, где нужно освободить дружественного рыцаря из тюрьмы К тюрьме можно пройти только вором Но там враги, которых нельзя убить, и они никуда не отходят Помогите Вот, здесь могут возникнуть первые серьезные проблемы при прохождении игры Хотя ничего суперсложного нет Самый простой способ — дождаться зимы Пройти по замерзшей реке к деревянному забору Сломать его И вынести всех врагов в городе Затем оставьте свои войска около сломанного забора Далее берете один отряд из своего героя Ведете их к тюрьме И героем освобождаете заключенного Нажмите на руку Подождите 5-10 секунд Затем появится задание защитить рыцаря Если ваш отряд рядом, тогда все будет в порядке И дружественный рыцарь галопом помчится к вашему замку Даже заметить не успеете Все, миссия пройдена И последнее наставление Если вы справитесь с трудностями четвертой миссии Дальше особых проблем быть не должно Удачной игры! Этим летом наши мониторы работали буквально синхронно с кинопроекторами С больших экранов мира аркадных игр всего за три месяца перебрались Цыпленок Цыпа Пингвины-серферы Человеки-пауки Шрек Трансформеры И даже Гарри Поттер не поленился в очередной раз оседлать свою швабру За всем этим сказочным табором как-то совершенно затерялся еще один персонаж Парижский крыс Рэми Который, кстати, отлично готовит рататуй Овощную рагу Хотя теперь это еще и название компьютерной игры С первого раза блюдо, скорее всего, покажется вам невкусным Но вы перебарите себя и отведайте второй кусочек Или третий Пока не привыкнете Мы крысеныш Рэми Наша цель – стать видным шеф-поваром Парижа К ней мы и стремимся всю игру Однако весь процесс кулинарии уместился в одну мини-игру Большую часть времени нам предстоит совершать диверсии пополам с акробатическими этюдами Набрать яблочных огрызков, разломать мышеловки, украсть мусорное ведро и прочие крысиные булы Для этого придется раскачиваться на перекладинах, много бегать, прыгать, а порой даже заниматься импровизированным бабслеем и греблей По мере прохождения уровней необходимо собирать тонны различного хлама От яблочных огрызков до мигающих звездочек Все это мы уже видели сотни раз, за исключением одного нюанса Здесь за дополнительные очки открываются даже многопользовательские режимы Рекомендованные системные требования к игре Процессор с частотой 1.6 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске Рататуй займет всего 500 МБ Геймплей для аркады довольно стандартен Единственное, что приятно удивит юных геймеров Это возможность использовать острый нюх вашего подопечного Кроме этого, Рэми большой любитель путешествовать в глубины собственного подсознания Дурманящие запахи дорогих сыров и свежих овощей немедленно отправляют вас в царство морфия В этом психоделическом мирке, полностью состоящем из сыров, кренок, плюшек и борщей Заниматься традиционным собирательством весьма и весьма увлекательно Четверка за геймплей Графика в Рататуй оказалась ожидаемо ужасной Поскольку проект вышел и на консолях предыдущего поколения Удались разве что модели главных героев Все остальное вызывает устойчивое желание зажмурить глаза Лишь бы не видеть этих кособоких чудовищ Двойка за внешний вид Однако тут неожиданно выручает музыка Она позаимствована прямиком из фильма и звучит просто отлично Жизнерадостные мелодии Майкла Джакину Сочинившего саундтрек сериала Lost и игре Medal of Honor Иногда даже помогают забыть о никуда не годной графике Пятерка за звуковое сопровождение Итак, еще один мультфильм, еще одна игра Это крепкий продукт, который не стыдно порекомендовать детям И который может продлить удовольствие от оригинала Да и вообще, хорошо справляется со своими развлекательными обязанностями Большего и не ждали Четверка получает сегодня игра Рататуй Геймерам-гурманам такой Рататуй вряд ли придется по вкусу Если вы укусите с левой стороны, то ощутите неповторимый вкус первоклассной музыки Нескольких действительно интересных мини-игр, бонусов И, наконец, милейшего героя Рэми А если с правой, поперхнетесь десятком очень скучных уровней И бабушкиной графикой Выход из сложившейся ситуации только один Не привередничать и кусать посередине О том, как правильно распробовать сегодняшнее блюдо прямо сейчас Ваши вопросы, наши ответы Вопрос Помогите добраться до огромной рыбы на рынке Ответ Для начала возьмите ложку, чтобы раскидать ежей Затем увидите консервную банку Ее нужно пододвинуть таким образом, чтобы можно было забраться на сетку Оттуда на стол к продавцу ползите по веревке И бегите как можно быстрее, чтобы он вас не поймал Дальше прыгайте по коробкам и попадаете прямо к рыбе Вопрос Помогите добрать до очередного окорока, который меня попросили стащить крысы Ответ Залезайте по нитке Потом с помощью прыжка и кнопки специального действия перебирайтесь по перекладинам Дальше используйте двойной прыжок, чтобы прыгать с одной полки на другую Вопрос Меня попросили принести пробку, но крабы все время отбирают ее у меня Что делать? Ответ С крабами можно справиться двумя способами Ударить хвостом, тогда он потеряет сознание на какое-то время Или подобрать лежащую неподалеку ложку Ей можно ударить краба сильнее, и он больше вам не помешает Смотрите во второй части программы Company of Heroes Opposing Front Теперь мы будем играть в яркую, стремительную, быструю и похорошевшую Company of Heroes X-Motor Racing Трехмерная симуляция колеса Горячая настройка всех параметров физической модели Поддержка жидких и вязких сред и многое другое Смотрите во второй части программы X-Motor Racing Трехмерная симуляция колеса Горячая настройка всех параметров физической модели Поддержка жидких и вязких сред и многое другое Company of Heroes Opposing Front Теперь мы будем играть в яркую, стремительную, быструю и похорошевшую Company of Heroes В первом пресс-релизе игра No Breaks X Racing позиционировалась как обычная гоночная аркада Но по ходу разработки игра сменила название на X-Motor Racing и обросла внушительной физической моделью Больше всего внушает подозрение тот факт, что упомянутая физика представляет из себя, как заявляют сами разработчики Новое поколение Как известно, лучший враг хорошего И не всегда новаторство приносит успех Похожая история произошла и с этой игрой Попытки совместить аркадные гонки и реалистичную физическую модель были и раньше Вспомнить хотя бы обе части Flat Up И при первом взгляде на X-Motor Racing вспоминаются именно они Но уже через полчаса игры становится ясно, что это впечатление обманчиво Здесь нет такого буйства красок и бешеного драйва Копание в многочисленных настройках физики также не приносит видимых результатов Да и вообще, такое количество малопонятных терминов без каких-либо объяснений вгоняет в тоску На выбор нам предоставлено всего 4 типа гонок Заезды по хайвею Гонки по пересеченной местности Ход лэп Знакомые многим по катушке с призраком И тренировка Некий курс молодого бойца Системные требования игры представляют из себя Процессор частотой 1,7 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 600 МБ на жестком диске До версии 1.0 X-Motor Racing шла больше года И за это время концепция геймплея сделала разворот на 180 градусов Пусть шаблонные, но не напрягающие заезды превратились в чуть ли не учебник по физике И разобраться в этом калейдоскопе сможет далеко не каждый На фоне отсутствия каких-либо чемпионатов или хотя бы элементарного сторилайна Играть ну очень скучно Наша оценка геймплея 2 балла С графикой дела обстоят чуть-чуть получше В X-Motor Racing используется собственный движок Модельки автомобилей сделаны добротно А вот окружающий нас ландшафт страдает синдромом декорации Ни о какой интерактивности окружения речи идти не может Столкновение с деревом или рекламным щитом имеет один и тот же результат Система повреждений также отсутствует как вид Наша оценка графического наполнения 3 балла Что касается звука, то тут ситуация аналогичная Какие-то невразумительные электронные сэмплы сопровождают нас в блужданиях по меню А спецэффекты в самих заездах, да и звучание авто способны вызвать разве что ностальгию по 16-битным приставкам Наша оценка звукового сопровождения 2 балла X-Motor Racing будет интересно разве что физикам-теоретикам Здесь действительно присутствуют все анонсированные фишки Но недружелюбный интерфейс вкупе с ультрасложным управлением портит все впечатление от игры По X-Motor Racing можно писать учебник, но играть в нее невозможно Наша общая оценка игры 2 балла Сколько бы не заявляли разработчики о том, что делают революцию в жанре автосимуляторов Мы вынуждены констатировать Не вышло уважаемые Пресловутая физическая модель оказалась на деле Перегруженным интерфейсом настройки авто Какими-то малопонятными простому смертному векторами сил Абсолютно неадекватным поведением машины на трассе И общей невразумительностью происходящего Вопросы по игре возникают на каждом шагу И сейчас мы попробуем ответить на некоторые из них Первый вопрос Что такое блокировка дифференциала, доступная по клавише X? Отвечаем Для начала немного теории Дифференциал это механизм, позволяющий колесам автомобиля вращаться с разной относительно друг друга скоростью А его блокировка выгодна, когда, скажем, два колеса находятся на асфальтном покрытии А остальные два в мокром грунте И чтобы колеса не проворачивались, дифференциал на время блокируют В X-Motor Racing с ее чередованием асфальта и бездорожья это используется достаточно часто Следующий вопрос Что принципиально нового в физической модели X-Motor Racing? Отвечаем Несмотря на то, что добрая половина настроек знакома нам из таких монстров автосимуляторов, как, например, F1 Challenge Реализованы они в X-Motor Racing несколько иначе Это проявляет себя в таких вещах, как Полное описание аэродинамических и гидродинамических свойств автомобиля Модель трения шин и ее свойства для каждого типа поверхности Рассмотрены только что дифференциал в купе с ручным управлением, сцеплением, приводом и тягой двигателя Чисто визуально глубину всего происходящего можно понять Включив на ходу статистику отображение векторов сил Но все это не для простых смертных Чуть больше года назад свет увидела стратегия реального времени Company of Heroes Она произвела фурор в игровом мире Достигнутый успех объяснялся очень просто Игра объединила в себе кинематографическую красоту Простоту геймплея, основные элементы варгейма и прочие важные детали Таким образом, круг откликнувшихся игроков был более чем широк И было бы странным, если бы религ не воспользовалась этим успехом Так оно и произошло 25 сентября 2007 года в официальную продажу поступила Company of Heroes Opposing Front Посмотрим, сохранило ли продолжение достоинства прачура Главными особенностями дополнения стали две новые стороны Первая — англичане из второй британской армии Несмотря на наступательную задачу, подданные Ее Величество прежде всего сильны в обороне При необходимости они смогут оперативно вырыть окопы, где их защитные качества возрастут в разы Самая мощная артиллерия опять же у британцев Добавьте сюда же мобильность Даже если враг пройдет линию окопов, англичане смогут мгновенно свернуть базу и откачевать на другой конец карты Второй играбельной фракцией являются остатки некогда грозного Вермахта В наше распоряжение поступили пантеры, тигры, мессершмитты и прочая немецкая техника Интересно, что главной характеристикой германской армии является ее ударная мощь То есть войска Третьего Рейха хоть и отступают, но ездят быстро и больно бьют Системные требования игры таковы Pentium 4, 2 ГГц, 1 ГБ оперативки, 512 МБ видео и 10 ГБ на винчестере Сюжетная кампания предполагается быстрая и свирепая Релик делают ставку на короткие, яростные и богато украшенные пиротехникой сражения Именно из этих соображений две главные фракции являются полными антиподами друг друга А Posing Fronts развернет серию в сторону тактических маневров небольшими отрядами Отодвинув экономическую составляющую на второй план Это очень удачно на наш взгляд решение Наша оценка геймплея 5 баллов Графически игра осталась на прежнем уровне Количество полигонов на юнит немного возросло Добавилось интерактивности в окружении Прикручена поддержка DirectX10 Но в общем и целом перед нами все тот же старый добрый Company of Heroes Битвы проигрываются иной раз из-за того, что игрок увлекается подбором красивого ракурса А не руководит войсками в критических ситуациях Пожалуй, это лучший добыт в пользу отличной работы художников Наша оценка графического наполнения 5 баллов Грохочет Company of Heroes Opposing Fronts на все 100 Музыка как нельзя лучше передает трагичность всего происходящего А поле боя ни на секунду не замолкает И никто не забыл о том, что у немцев-англичан разный акцент Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов И немного о будущем серии Шанс увидеть войска СССР в деле у нас все еще есть Ходят туманные слухи о том, что следующий аддон вполне может быть посвящен Красной Армии А пока что играем в яркую, стремительную, быструю и похорошевшую Company of Heroes Наша общая оценка игры 5 баллов Ну что же, остается только лишний раз похвалить разработчиков Company of Heroes Opposing Fronts достойный продолжатель традиций Самой атмосферной стратегии на тему Второй мировой войны Это не суровый варгейм для своих Который подкупает щепетильным отношением к деталям и тоннами статистики Это в первую очередь развлечение Красивое, местами пафосное, либеральное по отношению к слабостям игроков Именно такой должна быть игра А теперь наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению Первый вопрос Реально ли заполучить все бонусные войска в пределах одной миссии? Отвечаем В первых миссиях нет Дело все в том, что очки на бонусы дают за убийство нетру А так как миссии идут очень динамичные То вы просто не успеете отправить на тот свет столько врагов В более поздних миссиях вы сможете открыть все бонусы Но опять-таки, либо это будут атакующие юниты, либо бонусы поддержки и обороны Следующий вопрос В третьей миссии за вермахт, если я игнорирую основную задачу и захватываю точки вдали от моста То игра тем не менее продолжается Это значит, что можно играть как вздумается и не обращать внимания на приказы сверху? Отвечаем Да, определенная свобода в игре присутствует Но такое своенравное, к примеру, поведение лишит вас медалей В третьей миссии для получения медали требуется сжечь все три дроп-зоны англичан за определенное время А таймер запустится, как только вы войдете на территорию одной из них Вы просто не успеете обойти всю карту в присутствии лезущих из всех щелей парашютистов и танков Следующий вопрос А в чем ценность медалей? Отвечаем Чистая эстетика и пища для самолюбия игрока Никаких бонусов медали не дают Но, по нашему мнению, в любой игре должны присутствовать фишки для любителей стопроцентных рейтингов И в Company of Heroes эту роль выполняют медальки На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак Заходите в форум на сайте Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Счастливо!